1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 Здравствуйте опять! С вами Казуков Фемери, с вами Денис Мы начинаем проходить такое дополнение к Half-Life Которое называется Blue Shift Про Барни Калахана, который появится в Half-Life 2 И тоже тесно связан с историей Half-Life 1 Вот Я хочу вам показать первое дополнение Второе дополнение Второе дополнение оно будет про спецназов со Шепарда Тоже, который связан с другими событиями Ну, мы посмотрим про друга Гордона Фримена Барни С чего все начиналось и почему Барни должен Гордон пиво Все присаживайтесь поудобнее Ставьте лайки, приглашайте друзей А мы погрузимся в эту историю Потому что это моя любимая вселенная Half-Life Я думаю вас тоже, но почему-то все начинали с Half-Life 2 Те, кто знаком с первой частью Приятно ее будет вам пересмотреть Если кто не знаком, присаживайтесь поудобней Вот Я пока попробую Че я попробую? Попробую все настроить Так Расширенных настроек нету, да? Быстрое сохранение F6 Быстрая загрузка F7 Ладно Попробуем приступить Так Не надо нам комната подготовки Погнали Half-Life Blowship И добро пожаловать в исследовательский центр «Черная Миссия» Этот авторитизированный господин Останавливается при безопасности и удобстве персонала И гостей исследовательского центра «Черная Миссия» Сейчас 8,8,2 утра Температура сверху публикса 91 градусы Этого поезда отправляется из наземного жилого комплекса зоны 8 О центральном переосяночном узе зоны 9 Пожалуйста, невысокуйте руки зубы Мне кажется, громкая музыка MP3. Сделаю её где-то так. Если вашей цель является высокозащищённая зона сектора СИ, то вам нужно вернуться к главному присадочному пункту зоны 9 и сесть на высокозащищённую область. Если вы ещё не прошли процедуру скальнёровой сочетки глаза и вам необходимо попасть в зону с высоким уровнем доступа, то вам необходимо обратиться к сотрудникам центра Чёрной Мессы за помощью. Если вам нужно попасть в защищённые линии сектора B и C, вам необходимо сесть на высокозащищённый поезд на центральном пересадочном узле. Пользование ветками со средним уровнем доступа разрешается только сотрудникам центра Чёрной Мессы, а также зарегистрированным гостям, и требует ношения идентификационной карточки. Спасибо, мужик. Этот хвост переводится сейчас на транспортную линию сектора СИ. Это зона со средним уровнем доступа. Убедитесь, что вы носите вашу идентификационную карточку. Уровень третий. О, Гордон прибыл к вагонетке, что ли, да? Поезд прибывает в Центр Безопасности, Зона 3. Тикс. А вот у нас и первая отсылка, которая в оригинале была, Гордон Фримен. И мы приближаемся к Гордону Фримену. Пока, Гордон. Привет, Гордон. Пока, Гордон. Охранник. Подожди немного. Дверь не принимает свою карточку. Я попробую открыть ее. Молиться. Согласен, согласен, мужик. Так. Голохов, ты же знаешь, что не можешь находиться на посту без формы и запельного оружия. Да ладно, не суетись. Че суетиться-то, мужик? Спрайты Кока-Кола. Для нашего прикола. Я не могу посмотреть мои файлы. Я не могу проверить мою почту. Я даже не могу попасть в мой кабинет. Я знаю, сэр, я знаю. Мы делаем все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль. Дайте нам немного времени. Время? У меня нет времени. Если я не смогу отдать свой отчет администратору в течение часа, то меня могут уволить. И если это произойдет, я постараюсь, чтобы я был не один такой. Рад тебя видеть сегодня, Кохун. Да-да, я знаю. Проблемы с системой доступа. Надеюсь, ты готов с долгой. А кто не готов? Ого. Сто процентов это хорошо. О, смотрю. Девочками. Колхун загоняется. Хм. Бананас. Почти как Африканас. Подожди, я еще. Эрмари не взял. Эрмари, эрмари, эрмарин как маргарин. Так, ну. Так, ну можно сначала... Камера проверить. Для прикола. Доброе утро, гвардан. Отсылки к первой части, а не только к первой части. Угу. Так. То самое стрельбище. А вот отсылка к Half-Life Decay. Когда за бабу ты играешь, и она подготавливает все, по-моему, к этому резонансу каскадному. Так. Теперь оружие. 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 Не парься, мужик. Не второй. Патроны, мрать. И не только патроны. Ха. Копс с пончиками. Гомер, не ты ли это? О, мормот твою. Ладно, это не Гомер. Так. Валим тогда. Чё ж ещё делать-то? Просто валим. Так, стоп. Валить же сюда. Стоп, а там, где мы брали эти... Патронов больше не было? Нифига, да? Ладно, обойдёмся этими патронами. Так. Типа, спасибо, мужик. Типа, спасибо, мужик. Ты думаешь о том же, о чём я? Пожалуйста. Хорошо. Да. Это должно помочь. Что-то здесь не дано. Давай я тебе помогу. Эй, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Конечно. В теории. Чувствуешь, что-то горит. Да, не знаю. Верно. Давай попробуем. Да. А, ведь почти получилось. О, нет. Так, есть идеи, что делать дальше. Я даже не рискну предположить. Вы тут все... Идиоты. Предполагаю. И если ты ждёшь поезд в сектор Чи, то тебе лучше отправиться туда пешком. И я слышал, произошёл какой-то сбой в транспортной системе в этой зоне комплекса. Всё? Договорили? Вроде как договорили. Так. Чего? Чего? Так. Она вообще сюда... Даже не будет один пистолет О, GMM Пока, мужик Идем к гребаному лифту От слова почти Ну, наконец-то Вам платят не за то, чтобы вы слонялись из стороны в сторону и бездельничали Давай, сделай хоть что-нибудь, чтобы мы смогли продолжить работу в этот никчемный день Тоже, хватит возмущаться Вот честно Весит, как бы А, это и эти Образовые аномальные материалы Да, так называют Что все Как парады Безмозглые Весит Весит Вот и пипец Весит 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сдохнешь? Нет? Сучка живучая Точнее, сучки живучие Сволочи Так Чё за... Чё за нафиг? Чего? Да блядь! Чё за нафиг Дохни Твою мать! Блядь, вы заколебали Блядь Да блядь! Да блядь! Да блядь! Чё за тупое управление? Чё за тупое управление? Чё за нафиг Чё за нафиг Слово почти. Да, блядь. И чё дальше? Ну? А двигать ты её будешь, нет? Кошмар просто. Сизика работает на ура. Блядь. Да, блядь. Ага, там, получается, были тупики, да? Да, блядь, не пугайте, а раздражайте, ёбарасы ты. Да, блядь. А, какие-то шестерёнки. Та ёб твою мать. Сдохни, а. Охренеть, блядь. Том. 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 Благодарю за помощь, но я боюсь, что эти ублюдки серьезно меня ранили. Но если ты пытаешься добраться до грузового двора в надежде сбежать отсюда, забудь об этом. Военные убивают всех, кого заметят, и решат заставлять даже допросы. Странное какое-то спасение. Мой коллега и я разработали план побега отсюда. Есть лишь один путь. Через старую лабораторию прототипов. Там нас исхватили. Ну послушай меня. Если ты хочешь выжить, твоя единственная надежда найти моего друга. Если пройдешь мимо солдат, найди доктора Розенберга. С ним у тебя есть шанс сбежать. Понятно. Кикнулся, короче. Товарищ. Товарищ. Но. Они нормально в голову стреляются? Серьезно? Товарищ. 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 Сука. Ебать на вас патронов я потратил. Ублюдки. Серьёзно? Сука. Вот же сука. Серьёзно? Сорож ром? О, сейчас чувство трошня начнётся. Блядь Твою же мать Интересный получается Поворот Так Подожди Как нам туда забраться Опять скоки Вздохи и прискоки Так Подожди А по-моему Тут ничего нету Блядь В смысле А там че закрыто было? Понятно 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 Подожди Взрыв 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не только это, мужик. Так, подожди. Там после того, как... Подожди. Да, мужик, тебя слышим. Да, ебан, твою мать. Твою мать, серьезно? Меня это... Блядь. Блядь, тут тоже эти глюки. С залипанием, блядь, клавиш. Как можно было... Так лохануться. Мне даже не представляю... Как можно так лохануться. Ой, блядь. Блядь, боюсь я не доктор Розенберг. Но вы же не поможете мне тогда. Там смысл... Там смысл... Продолжение следует... 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 Да. Пытался свалить, сука. Хм, интересно. Хоть и не к месту. О, стоп, мы уже тут были. Разве нет? Продолжаем. Теперь типа его надо сюда, что-ли? или куда отвезти того чудика так ладненько сейчас будем тогда того чудика искать и хорошо теперь мы должны вернуться на место Погнали. Погнали. Сереж? Мужик. И? Не знаю, что потерялся или что. Слава яйцам. Слава яйцам. Молодец, мужик. Давай, мужик. Инструкцию. Мы должны пробраться к лифту. Ну? А к чём прикол? Ну вот твой лифт. Мы должны выбираться через реактор лямбда. Но команда там отбивается от этих монстров. Слышите, что здесь можно на новом климате. Пустите безумцы везут бой без малейшего шанса на победу. А я просто хочу отсюда выбраться. А я просто хочу отсюда выбраться. Ага. Ага. Ну это не к револьверу явно. Тээээкс. И чё? А, этого дебила провести что ли сюда? Покатуй путь. Пойдём. Покажу тебе путь. Хорошо. Надеюсь, что охранная система всё ещё работает. И что мои клетки остались в базе данных. Доктор Розенберг, слава богу, у вас получилось. Нам удалось собрать большую часть оборудования. Но мы должны проследить за завершением данного проекта. Лекарство, заканчивайте с выравниванием магнитов и элементов питания. И я посмотрю, сколько лет опустил систему в планном зале. Быстрее. Времени нет. Типа я с тобой должен идти или что? Хм... Хорошо. Похоже, оборудование в куда лучше состоянии, чем я ожидал. Привет. К сожалению, эти устаревшие технологии сейчас не позволяют производить заведение на месте на земле. Телепортация, мистер Крохан, это как просто перемещение из точки А в точку Б. Мы обнаружили страны при граничных мерках, так или иначе как-то причастны процессу, который не позволял нам переместиться обратно на землю. Некоторые, из-за более много обещающих исследований поставили создать устройство при обещании кристаллических структурам, а не нагладе в бекраничном мире. Это устройство может быть использовано в качестве точки фокусировки или как передатчик при телепортации. Ну, в теории. Как только у занимательства было извлечено, мы потеряли контакт с группой исследования. У нас были другие методы введения на поле, но все оборудование сильно устаревшее. Чтобы хоть кто-нибудь из нас отсюда выбрался живым, нужно, чтобы тот отправился в поиграничный мир и включил устройство. Боюсь, только ты сможешь это сделать. К тому же, остальные должны следить за оборудованием. Похоже, мы можем отправить тебя к месту, где была исследовательская группа. Все настроено. Но я боюсь, что вероятность встречи там с этими тварями очень высока. Когда ты найдешь устройство, включи его и настроивайся, пока сигнал не станет максимально сильным. Мы откроем портал вновь для своего возвращения сразу, как только получим сигнал. Но нужно торопиться, ведь мы сможем держать его открытым совсем недолго. Хорошо. Я сейчас начну процесс зарядки телепорта. Приготовьтесь на этот контур. После того, как я его открою, он очень быстро станет нестабилен. Симонс, вы меня слышите? Все готово. Все готово. Я готовлюсь к худшему. Его не очень образ большинства. Улыбая кufen всякая подходит. Гот�го, рассказывай, конечно. Да не боюсь. Готово, ребята. Продолжение следует... ...и куда забираться... ...с той стороны? Ладно, я думаю, на этом можно закончить. Мы, в принципе, играли прилично. Вот, а всем спасибо за внимание, ребятушки. Всем до новых встреч. Думаю, мы продолжим уже в следующий раз. Всем спасибо за внимание. Это был Half-Life Blue Shift. Вот, а всем до новых встреч. Всем всего хорошего. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok